Тупо как бы видит, что я бегу, с главной съезжает как бы на второстепенную, мне переезжает через переход, абсолютно не тормозит, нормально разогнавшись. То есть реально, если как бы отличаетесь на собаку или там отличаетесь на дистанцию, как бы там, ну там, на свои мысли, какие у вас возникнут, реально попадете под колеса ему пофигу вообще. И у меня таких два случая сегодня уже было. Гулять. Всем привет. С вами Игорь на канале Sand Elimination. Сегодня планирую чуть побегать вместе с Чаком. Чаклуль, ты будешь бегать? Наверное, будет. Он даже будет быстрее бегать, чем я. В общем, давно не тренировался. Была травма маленькая, да и что-то в последнее время не очень вперед бегать сильно. Вот. Потому решил как бы сейчас вот пробежаться, закрыть сезон этот и уже как бы открыть его там с весны начиная. Ну, может быть, еще в этом году побегаю пару забегов, но посмотрим, как там получится пока что. Сегодняшний забег 10 километров с собакой по городу. Вот. В чем проблема, что... Буду бежать, короче, с собакой по центру Киева, как бы, то есть там основные улицы, там проспект Победы. В общем, вы увидите меня на карте. Долго рассказывать не буду. В общем, бег будет тяжелый не по дистанции, тяжелый именно по самой технике. Потому что с собакой, собака штурмовая, чтобы не отвлекалась на всех людей, как бы, четко бежала, держала дистанцию и темп. Вот. С ней, как бы, тоже надо будет держать, как бы, нормально и дистанцию и темп. И, как бы, там смотреть, чтобы куда-то там не выскочила. Ну, в общем, будут свои нюансы. Ну, я думаю, что все будет нормально. Чак, у меня молодец. Да, теперь? Чак, ну. Вот. Чак, у меня молодец. Так что, я думаю, мы пробежим, как бы. Вот. В любом случае оставайтесь на канале и все увидите сами, своими глазами. Это буквально будет через 10 минут. Сейчас выйду на стартовую точку. Вот. И начнем. Ну, а потом, конечно, подведем итоги. Как бы, расскажу самые интересные моменты. Покажу, расскажу и все остальное. В общем, оставайтесь на канале. Идем на пробежку 10 километров. Всем привет еще раз. В общем, мы бежали на простые победы. Полет нормальный. Единственное. Человек вперед, вообще, постоянно приходится сдерживаться. Очень мешает темп. Вот такая вот ситуация. Человек рядом. Абсолютно не реагирует. Ничего. Первый раз. В этих условиях бегать. Оно не внутреннее. Так, в общем, все нормально. Чувствуется, что все давно не бегал. Вот. Ничего. Уже 3 километра позади. Осталось 7. В общем, оставайтесь на канале. Мы с Чаком вас еще удивим. Да, Чак? Чак? Ай, моя зайка. В общем, пробежал. Наверное, где-то половина пути. Только что за моей спиной там шулявка. Метро. Вот. Так что, где-то половина пути уже позади. В принципе, все нормально. Человек, как обычно, какой-то спешит вперед. Папу Пекло, да? Чак. Мне кажется, что эта собака даже 100 километров пробежительно не устанет. Я когда-то с ней пробегу ультрамарафон, когда сам до этого дорасту. Мы это обязательно сделаем. Очень интересно посмотреть. Но сейчас по ней вообще не ощущается, что она пробежала. Что по мне, то, ну как, чуть легкий, непривычный. Воздух все-таки, как-никак, холоднее намного. Вот. Тренировок давно не было, потому чуть-чуть тяжесть такая в легких прощается. Так, в принципе, все нормально. Как обычно. Никаких дискомфортов нет. Вот. Ноги отлично себя ведут. Вот. Все-таки прокачал их парафончиками. Так что, полет по плану. Приборы в норме. Ну все как бы. Через километра два, три снова включусь. Оставайтесь на канале. Это Игорь Ичак. Мы бежим десять километров. По центру города. С очень оживленным движением транспорта, людей и все остальное. В этом ца суть. Все до связи. Мы продолжаем. Уже пробежал с Дорогожичем там за мной. Вот. Сприт. Так его называют. Башню. Как ее. Радиовещание. В общем, на Дорогожичем. Осталось километра три. Все в порядке. Только что преодолели такую довольно-таки крутую горку. Вот. Ну еще. Как бы организм пришел в норму. Начал чувствовать себя нормально. В принципе, темп движу не очень большой. Потому что собака не дает сконцентрироваться вообще никак на беге нормально. Постоянно как-то дергать. Постоянно надо давать команды, контролировать. Отвлекаясь. В общем, тяжеловато. Собакой намного тяжелее бежать, чем одному. Как вы понимаете. Особенно в таком оживленном районе Киева. Вот. Так все в порядке. Я уже думаю, запишемся, когда финиширую. Вот. Надеюсь, будет без приключений. Чтобы не включать там лишний раз. Так что оставайтесь на канале. В конце включимся. Подведем итоги. Ну как бы чуть-чуть буквально там. Поговорим о моих впечатлениях. Чака по ходу. Он вообще ровно. Дышит на это все дело. Чихать он хотел на наших 10 километров. Для него это отличный выбор. В общем. Всем. Кто бегает. И у кого есть собаки. На сталь я рекомендую бегать с собаками. И веселее. И больше мотивирует. Вот. И заодно собачку хорошо прокачивает. Вот. В общем все. Включусь на финише. Оставайтесь на канале. В общем. Пробежали. Чаком в десяточку. Будем восстанавливаться. Чак послышал, что домой. Прям рвет вообще. Рвет вообще. Чак. Рядом. Мальчик. Все. Добежали как бы. Сейчас покажу результат. Ни разу не смотрел. Потому что долго эти чехлы все доставать. Чтобы не отвлекаться. Чак. Рядом мальчик. Рядом. Хорошо. В общем вот так вот получилось у нас. 9.47. Дистанция. Чуть меньше чем десятка. Если видно. Я потом выложу еще. Картинку. Скриншот сделаю. Выложу. Вот. Ладно. Потом изучим. В общем. Все отлично. Я думал будет хуже. Потому что перерыв довольно таки серьезный. Тем более собака. Вот это вот постоянно такая вот тема. Чак. Что ты спеши? Рядом. Пару раз уже получил. По жопе под конец. Все равно. Тянет хоть и треснет. Ну как вы видите. Собаки. Вообще все равно. Насколько не устал. Может делать все что угодно дальше. Да человек. Вперед. Вперед. Вот такое вот дело у нас. Молодец. Вперед мальчик. Нет. Чайки вперед. Хорошо. Хорошо. мальчика а это моя зайка довольный капец почувствовал что сейчас отпущу тут еще рано отпускать потому что дети вот в общем какие впечатления все в принципе нормально но городе бегать тяжело реально тяжело потому что не все люди как бы нормально реагируют то есть не отходят нифига идут то есть приходится как бегать с этой дорогой собака начинает другую сторону переплетаешься с этими сума короче поводками собаками друг на друга наступаем как бы бывают такие ситуации то есть настроиться на бег у вас не получится если вы соберетесь так бежать вот но есть свой какой-то прикол в этом всем деле мотивирует реально как бы собачка ну прикольно бегать мне понравилось лично и самая большая проблема это как обычно я по-моему не затрагивал затрагивал не знаю как обычно проблема с нашими короче водителями реально конченые люди сука бодлаки извините за грубое выражение но именно быдло тупо как бы видится я бегу главный съезжает как бы на второстепенную мне переезжаю через переход абсолютно не тормозит нормально разогнавшись то есть реально если как бы отвлечетесь на собаку или там отвлечетесь на дистанцию как бы там там на свои мысли какие у вас возникнут реально попадете под колеса ему по фигу вообще и у меня таких два случая сегодня уже было что мне чуть как бы на мне не наехал вот реально что помогает и когда только что я осторожно как бы смотрю по тому чему это все рассказываю чак очень внимательно смотрите за людьми никому не доверяйте не думайте что он вас пропустит всегда когда если вы бегаете в городе особенно на переходах на каких-то участках там вот таких вот никогда не надейтесь на водителя они все короче как бы блин на своих ну как бы реально я очень мало видел нормальных людей за рулем которые как бы там как бы обращают внимание там пропускают вот всегда стараюсь таким махать рукой знак благодарности в основном тупо тулят на своей волне им все равно вот поэтому как бы внимательно обращайте внимание вот будьте осторожны всегда как бы сейчас секундочку так и сам антикис и гулять отпустил военных рвется вообще капец именно вообще не устал не все равно в общем ну как бы вот вот это вот проблема как бы я не знаю наверно как-то сделаю все-таки дарксайд выпуске там вот покажу как бы моменты постараюсь показать с гупро камерой на голове именно побегаю чтобы показать вот таких вот водителей которые вот так вот тупо в тупую тулят просто как бы не всегда знаешь когда надо включать камера такие моменты я всегда когда бегаю по городу стабильно 12 водителя таких вот попадаются которые как будут на поворотах там через когда пересекают пешеходный переход они абсолютно не смотрят ни на кого на своей волне тулят им должны все уступить дорогу ну понятно что как бы если бы можно было бы догнать можно было бы по-другому с ними поговорить но они сидят как бы им там все равно они там в кабине там я даже скажу как бы в танке реально в танке как бы бронелобая блин на всю голову чуть злой на это все дело как бы ну такое дело вот потому как бы лучше не надейтесь на в разных таких подлаков лучше пропустите как бы вперед пускай едет по своим делам а вы целее останетесь и все будет нормально ну нервы конечно такое дело но ничего каждому воздастся по ихним заслугам в общем все вот такой вот был была такая вот нас тренировочка пробежечка маленькая вот кому понравилось подписывайтесь на канал будет еще много прикольных видео не знаю в этом году еще буду бегать или нет но обязательно если еще буду бегать обязательно вы увидите это первое особенно те кто подпишется потому что все свои пробежки будут стараться размещать на канале пишите комментарии ставьте лайки дизлайки там не знаю реагируйте как то чтобы я понимал нравится вам то что я как бы делаю или это все я делаю только для себя и для чака в трех словах чего так говорю что просто когда просто сам бежишь не отвлекаешься на камеру еще параллельно чуть легче но отвлекаясь на камеру потому что хочется вам всем показать но если как бы никто этого не смотрит никому это не надо я просто не буду доставать камеру буду сам для себя бегать вот потому как бы прошу если вам нравится то что как бы я делаю то что я записываю эти видео все вот пишите комментарии ставьте отзывы лайки там подписывайтесь на канал реагируйте как то чтобы у меня была мотивация следующий раз когда мне тяжело все таки достать эту камеру не отвлекаясь на чака там на дорогу на таких вот быдло водителей все таки достать эту камеру и записать еще одну пробежку для вас все спасибо всем что были со мной на этой пробежке до новых встреч на канале sound illumination счастливенько